Всем привет! Несмотря на то, что еще до лета довольно-таки далеко Но я хотел бы сегодня обсудить одно очень важное такое строение Которое необходимо обязательно сделать этим летом Остроение это овощехранилище Потому что в нашем подвале овощи хранить Ну как выяснилось, не очень хорошо Там невозможно создать нормальные условия К тому же на данный момент будет намного проще построить новое овощехранилище Чем обеспечивать необходимые условия в подвале Потому что работы по тому, чтобы избавиться от крыс Сделать крысы непроницаемыми, мыши непроницаемыми И к тому же восстановить в некоторых местах трещины фундамента В некоторых местах необходимо будет восстановить промерзание бревен То есть это очень долгий процесс И он будет делаться постепенно И впоследствии вообще хочу отказаться от подвала как такового То есть полностью от него избавиться Либо какая-то засыпка будет, либо еще что-то Но на текущий момент это помещение Так скажем, абсолютно непригодное для содержания и хранения в нем овощей Ситуация следующая Что вообще имеется на данный момент На данный момент не имеется ничего А имеется только желание Овощехранилище будет абсолютно небольшое Ну и как я уже сказал, оно будет отдельно стоящее Примерно 2 на 3 метра Ну я думаю, что этого будет вполне достаточно Поскольку у нас никаких таких... Глубиной вот я еще пока не знаю точно Если получится раздобыть где-то экскаватор То глубиной будет стандартно 2 метра, что конечно же желательно Если не получится, то скорее всего лопатой я не смогу выкопать его на такую глубину И тогда нужно будет позаботиться о хорошей обсыпке Что сейчас имеется на данный момент Почва у нас глина Причем первые где-то 30-20 сантиметров это земля Дальше идет где-то еще 40 сантиметров суглина Который копается хорошо, если его резать тонкими слоями И последний слой, он метра 2-3 наверное в толщину Может быть даже больше До песка или чего там дальше докопаться не удалось То это глина Причем глина каменная, красная, водонепроницаемая Которая не позволяет полностью... Не впитывает влагу и не высасывает ее из земли То есть если обеспечить нужную гидроизоляцию стен И устранить заливание сверху Ввод талых особенно Грунтовые воды очень глубоко Водоносные слои на глубине Там на первой начинаются метров 20 Только у нас У нас потому что очень высокая местность И слоев здесь нет Я уже об этом кстати рассказывал в предыдущих видео Так что Естественно второй момент важный Который надо будет учесть Это то что овощехранилище нужно сделать очень-очень бюджетное Без затрат Я не могу пока себе позволить Выливать естественно его полностью из бетона Необходимую толщину стен Потому что чтобы обеспечить должную водонепроницаемость и твердость Это нужно армировать каркас и делать его очень толстым Это не один кубометр бетона Нужно будет замесить Но я так делать не планирую А так хочу сделать я Естественно я планирую выкопать изначально яму Габаритами существенно большим, чем необходимая площадь и объем помещения Самого овощехранилища Затем выстроить плотную дощатую коробку То есть из досок не знаю из каких Либо из 25-ки даже Либо из 32-х миллиметров Но доски будут полностью защищены Естественно без всяких химических антисептиков Я их просто буду обжигать То есть полностью со всех сторон они будут обожжены Причем все-таки я наверное их обожгу посильнее В общем понятно Каркас будет сделан из таких досок Дальше будет следовать за каркасом какая-то либо гидроизоляция Скорее всего это будет обычная полиэтиленовая пленка Она будет плотно прилегать к доскам Дальше будет тонкий слой буквально 5 сантиметров бетона То есть бетонная коробка даже может быть тоньше Без ничего, без всякого армирования, без ничего Просто он будет построена палуба И в нее залита вот эта тонкая прослойка цемента Исключительно для нужд мышенепроницаемости Чтобы крысы туда впоследствии и мыши не смогли прокопать никаких своих ходов На дне будет засыпана песчаная подушка На нее тоже будет вылита тоненькая плита бетонная Дальше я планирую всех местах Где если вдруг я выкопаю нужной глубины То примерно метр двадцать глубины не будет нуждаться ни в какой водозащите Потому что там водопроницаемость будет буквально таки минимальная А вот все что будет выше этого уровня Я планирую застрамбовать толстым-толстым слоем чистой глины Примерно, я не знаю, сантиметров тридцать, наверное, может быть двадцать Ну и естественно это строение будет довольно долгое Постройка его займет, наверное, все лето, потому что не удастся, как всегда, заниматься постоянно только им Но потихонечку, помаленечку необходимо будет утрамбовать, полностью сделать вот такой вот гидрозамок из глины По всему периметру сооружения То есть это надо будет возить глину, ее отрамбовать В принципе, эта конструкция должна сработать Потому что из грунтовых вод у нас никаких здесь вод нет Единственная проблема это талые воды То есть необходимо будет сделать возвышенность Потому что мы находимся как раз на самом склоне Единственное, что, конечно, неудобно, это будет вход Вход нужно будет делать с другой стороны, нежели удобный Потому что удобный у нас с северной стороны Но там как раз склон, и в этот вход будет всегда затекать вода То есть водоотлив, скажем так, не спасет Туда точно будет затекать Поэтому его придется делать с южной стороны Но я еще точно не знаю Может быть поставлю его как-то поперек В общем, вот такая вот у меня конструкция пока что в голове на данный момент Дальше сверху, естественно, будет сделан какой-то декоративный ненавес А домик маленький, но это уже потом Это я уже буду рассказывать Самое важное создать вот эту вот коробку И причем сделать ее водонепроницаемой И, естественно, мышонепроницаемой Поэтому, если у кого есть опыт эксплуатации или постройки подобного рода сооружений Именно не из бетона Потому что, я еще раз сказал, что я не хочу выливать полностью бетонный погреб Потому что уйдет очень много материалов и средств А каких-то вот таких вот упрощенных конструкций И без чего можно обойтись Или чем можно заменить то или другое И работает вообще Ну, вообще, я уверен, что гидрозамок из глины работает Потому что часто их применяют и для гидроизоляции вообще фундаментов домов Единственное, что, конечно, там глиняная отсыпка намного толще 30 сантиметров это очень мало Там по 50 и больше даже метров трамбует глиняный слой Но я думаю, что такой толщины будет достаточно Так что высказывайте, если у кого есть Особенно полезен будет опыт эксплуатации Заливает или не заливает Нужные ли условия там создаются по микроклимату или нет Так что, кстати, глубина промерзания наших грунтов очень низкая Порядка всего лишь 60 сантиметров Глубже не промерзает здесь ничего Даже голая почва, если поддается морозам Морозы здесь кратковременные, максимум неделю Она глубоко промерзать не успевает По нормативам здесь чуть ли не до 2 метров Но такого здесь не случается Потому что закапывают трубы Трубы Закапывают трубы Возоснабжение даже на глубину 50 сантиметров И они не промерзают Поэтому здесь очень такая щадящая глубина И вряд ли она изменится с временем В ближайшие десятилетия точно глубже не будет Так что Так что на этом, наверное, все Всем пока-пока